А в воду две водоколонки работают, всего две водоколонки. А людей там много? А в поселке есть огромная. Питьевой воды жители улицы Долинская, станции Караузек, не видели с октября прошлого года. Некоторые станичники утверждают, что в их домах нет воды уже третий год. Во всех бедах они винят своего услугодателя, индивидуального предпринимателя ЛАЩ. Один из активных жителей улицы Долинская Николай Хребтов. Он заявил, что после последней аварии на водопроводе услугодатель поставил заглушку, отрезав тем самым дома от водоснабжения. Везде мы ездили, в один акимат, в парадовый областной мы поехали, он нам немножко помог. Дал трактор, дал трубы, но они все лежат, никто не хочет делать. Сам хозяин, арендатор, как говорят, это человек работает, он не хочет ничего делать, ни людям добро, ни другим. Он вот нарыл, бросил, все, воды нет в доме. По словам жителей, поставщик воды по непонятным причинам намеренно не желает ремонтировать водопровод. А вот деньги за воду требуют постоянно. Ну вот, что нам рассказал сам услугодатель. Предприниматель Владимир Лащ в свое время взялся за водообеспечение станции. Арендовал водонапорные башни и старые водопроводные сети, которые уже тогда находились в ужасном состоянии. Сегодня трубы сгнили окончательно. Решить эту проблему можно лишь одним способом – старые трубы поменять. И сделать это нужно самим жителям, заявил предприниматель. В качестве примера он приводит другую ситуацию. Вот на этой улице, вот у меня колодец, да, мы четверо сложились, сюда провели буровые штанги за свой счет. По улице Столярная они тоже за свой счет сложились. Это когда-то до меня, это еще в 80-е годы. А я в своем 80-м году где-то ложил. И переулок Карабахский. Они сложились себе пластиковые трубы. Вот поэтому здесь вода есть. А там никто не хочет копейки внести. В Акимате, в районном Акимате, посоветовали с народа, с населения собери деньги. Как можно собрать с народа деньги, если туда вода не поступает? Я их только сожалеть могу. Тут один выход, если город поможет. Все. Напоследок Владимир Лащ заявил, что будет отказываться от аренды водопроводных сетей. Стоит отметить, что недавно от этих же сетей отказался и владелец. Я расторгаю договор с арендодателем. Мне вот эта головная боль совершенно не нужна. Я 7,5 лет старался как мог. Ситуация понятна как дважды два. Услугодатель не может подать воду, потому что она попросту не проходит по старым трубам. Но и поменять водопровод тоже не в состоянии. Нет таких денег. Жители тоже не могут или не хотят поменять трубы за свой счет. Надежда, что кто-то другой возьмется за это дело, ничтожно мала. Остается лишь уповать на власти. Нам нужна городская вода. Все. Мы больше ни о чем говорить не хотим. Дайте нашим... Хотя мы уже плохо жили, да? Дайте нашим детям пожить и внукам хорошо. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok